28 августа 2020 года. Здравствуйте, мои дорогие, с праздником, с Успением Матери Божией. В сегодняшнем праздничном выпуске мы будем говорить с вами, конечно, о Царице Небесной в первую очередь. Поговорим о тех местах, которые связаны с Ее Успением и которые можно видеть сегодня в Иерусалиме. Также я расскажу вам об особых иерусалимских традициях празднования Успения. Традиции эти установились еще в глубокой древности и сохраняются до сих пор. Разумеется, я покажу вам все, что можно показать, так что оставайтесь с нами. Матерь Божия после распятия Господа Иисуса Христа жила в доме апостола Иоанна Богослова. Об этом мы с вами знаем из Евангелия. Вот где же находился дом Иоанна Богослова? На этот счет нет никаких точных указаний, но есть довольно древнее наше местное палестинское предание. О том, что жил апостол Иоанн Богослов на западном холме Иерусалима, то есть на том месте, которое мы теперь называем Сионом или говорим гора Сион. Когда-то я уже рассказывала вам, что это название новозаветное во времена Господа Христа. Гора так не называлась, но это немножко другая тема, поэтому не будем сейчас отвлекаться. Итак, апостол Иоанн Богослов жил в Иерусалиме, и Матерь Божия жила у него в доме до самого своего успения. Все последние годы своей жизни, то есть все вот эти 20 лет после уже вознесения Господа, Богородица преимущественно оставалась в Иерусалиме. Мы знаем, что Матерь Божия очень любила Иерусалим, очень любила Илеонскую гору, часто ходила на Илеон, сидела, смотрела с Илеона на Иерусалим, вспоминая проповедь своего сына, вспоминая, конечно же, его распятие и славное воскресенье, ходила часто и ко гробу его, да. И вот здесь же на Илеоне у нас указывают место, где Матери Божией явился Архангел Гавриил за три дня до ее успения и известил ее об этом, сказав, что через три дня ты опять будешь вместе с твоим сыном. На этом месте у нас стоит небольшая такая часовня, это вообще территория называется Малая Галилея, монастырь Малая Галилея на Илеонской горе, и вот в этой часовенке, которая по преданию стоит на том самом месте, где это явление Архангела произошло, бывает литургия ежедневная в протяжении всего Успенского поста. В другие же дни храм обычно закрыт, и монастырь тут очень маленький, там особо никто так не живет, но есть два-три человека, которые просто ухаживают за местом, и, соответственно, поэтому в храме литургия каждый день так в обычное время года не ведется, а вот постом – да. И, соответственно, после вот этого явления Архангела, Матерь Божия начинает готовиться к Успению. Как говорит нам предание, она раздает все то немногочисленное имущество, которое было у нее тем девушкам, которые ухаживали за ней в старости, и в третий день, надев белое платье, как обычно пишут, ну, имеется в виду белый хитон, конечно, она легла на свое ложе и стала ожидать Господа, своего сына. На месте Успения Божьей Матери сегодня находится немецкий католический монастырь и храм Дермицион. Был он построен в начале XX века. Однако не на пустом месте. Здесь есть раскопки более древнего храма средних веков XII века, и также предполагают, что это место входило в комплекс огромного собора, который построен был здесь в VI веке и назывался храм Неа. Это был первый храм в Иерусалиме в честь Богородицы. Нынешний храм двухэтажный. В верхнем храме знамениты очень красивые мозаики и великолепная акустика. Здесь проводят даже концерты органной музыки. Однако сам дом апостола Иоанна Богослова находится в нижнем храме. Мы спускаемся по винтовой лестнице и видим статую, католическую плащаницу. Это Матерь Божия. И смотрит она наверх, где изображен Господь в окружении жен Ветхого Завета, которые являются прообразом Богородицы. Здесь же очень красивая фреска, изображающая Пятидесятницу. Мы видим, как Матерь Божия как бы молится за апостолов, объединяет их, соединяет их в единую церковь. Вот такое интересное изображение, современное, но очень красивое и духовное. Матерь Божия. И дальше хоронят Царицу Небесную в Гефсимании, в Кедронской долине. Само слово Гефсимания фигурирует уже в очень древних апокрифах христианских 2-3 век, также в литургических текстах византийских наших, то есть тоже очень ранних. Так что поэтому место погребения Божией Матери, скажем так, подтверждено самой древнейшей христианской традицией. То есть, собственно, оно было известно с самого начала. На этом месте молилась иудеохристианская община. И именно по этой причине не был сразу построен там храм. Храм был построен только лишь уже в конце 4-го, в начале 5-го века. Ведутся споры, когда храм был построен, точных сведений нет. Однозначно, что упоминания такие явные от паломников мы получаем только в 5-6 веке уже. Тогда этот храм упоминается очень часто. Храм, кстати, вскоре стал двухэтажным, потому что в 7 веке император Маврикий пристроил к нему второй этаж, великолепную базилику, круглую, по форме, напоминавшую анастасис гроба Господня или храм Вознесения Христова на Илеоне. И это было не случайно. Хотели показать связь Матери Божией со Христом в их, так сказать, воскресении и Вознесении. Ведь Божья Матерь стала первым человеком на земле, который воскрес в жизнь вечную уже с телом, подобно Христу. И вот Богородица также явила апостолам пример смерти христианина, притом мирной. Вот подумайте, до Матери Божией апостолы видели смерть христиан только мученическую. Сам Господь Иисус Христос умер на кресте, и первые христиане, вот архидиакон Стефан, побит камнями, Иаков, брат Господень, сброшен с крыши храма и побит камнями насмерть. Иаков Зеведеев обезглавлен, ну и так далее. А вот Матерь Божия показала апостолам, как происходит мирное успение, мирная кончина христианина, как душа его переходит в вечность. Поэтому мы и говорим смерть как сон, как глубокий сон. И человек пробуждается от него уже в вечности, в новой жизни. И, конечно, для апостолов это в дальнейшем было большим утешением. Это было очень важным опытом духовным пережить успение Матери Божией. И вот дальше, как мы с вами помним, на третий день после успения приходит апостол Фома. Ох уж этот Фома! Опять его не было на месте в нужное время, в нужный момент. Он не прибыл вовремя к успению. Мы не знаем, так Господь управил, так Господь устроил. И Фому ведут ко гробу Богородицы. Он весь в слезах, он хочет проститься с ней. Отваливают камень. И вот благодаря Фоме узнают, что Матери Божией во гробе нет. Гроб пуст. Точно так же пуст, как когда-то гроб Господень. Матерь Божия воскресла вместе с телом. Итак, основываясь на древнем христианском предании. А воскресенье Матери Божией на третий день у нас в Иерусалимской патриархии успение начинают праздновать с 25 августа. В ночь с 24 на 25 у нас переносят Иерусалимскую плащаницу. Из Метухии это подворье, гефсиманское подворье, которое находится во дворе храма Гроба Господня. Если вы у нас бывали, переходишь из храма Гроба Господня, переходишь через площадь, и прямо напротив дверка и лесенка такая наверх. Вот это и есть гефсиманское подворье, или как у нас в быту называют ее местные малые гефсимане. Так вот там на втором этаже есть небольшой храмик, в котором хранится знаменитая Иерусалимская плащаница Богородицы. Вот сейчас вы этот храмик видите, видите плащаницу. Я снимала эти кадры во время вечерней, которая происходила в один из вечеров Успенского поста. А сама плащаница, как вы уже видите, это изображение Богородицы, вырезанное из доски. Матерь Божия как бы лежит на боку, сложив на груди руки. Вот такие плащаницы впоследствии делали даже копии их и привозили в Россию паломники, как особое благословение для своего храма. В России в некоторых храмах есть плащаницы и надпись «Копия Иерусалимской плащаницы». Эта конкретно плащаница не такая уж древняя, она была сделана, скорее всего, где-то в начале XIX века, может быть, в конце XVIII века, и знаменита она украшениями. Вот эти бриллианты, это настоящие бриллианты и драгоценные камни, на Ризу Богородице пожертвовала русская графиня Анна Алексеевна Орлова-Чесменская. Давайте пару минут посмотрим на крестный ход. Начинается он в 4 утра после ночной литургии в Метохии. Вообще, успенским постом ночные литургии на гробе Господнем идут каждый день, каждую ночь. А вот в ночь с 24 на 25, к концу примерно литургии на гробе, то есть где-то примерно в половине второго, в два, начинают служить литургии в Метохии, в этом маленьком храме. Заканчивают ее в половине четвертого, потом все немножечко отдыхают, сидят там на ступеньках, кто что делает, и где-то в четыре, в половине пятого крестный ход выходит. Плащаницу несут по ночным улицам Иерусалима, несет ее на груди. Настоятель храма у гробницы Божией Матери, сейчас это епископ Дорофей, несет ее на голубых и красных лентах. Вот такая очень красивая традиция. И сейчас, как вы видите, конечно, крестный ход не многолюдный, а в былые времена сотни, а то и тысячи паломников, притом особо ревностные стараются приложиться прямо на ходу, чтобы они не толкнули владыку. Другие монахи иногда довольно грубо их отодвигают, а сейчас из-за коронавируса народа, конечно, мало, поэтому крестный ход шел очень тихо и удовлетворенно в этом году. Уже к рассвету подходит Гефсимания, примерно час занимает крестный ход. Это из-за того, что идут очень медленно. И, придя в Гефсиманию, ставят плащаницу за гробницей Божией Матери, и начинается божественная литургия. Здесь плащаница будет стоять до дня отдания праздника Успения. А что же происходит дальше? В ночь с 26 на 27 бывает единственная в году ночная литургия на гробе Божией Матери. Обычно все литургии идут утром на гробнице Богородицы. Каждое утро есть литургия. В половине шестого по зимнему времени, в половине седьмого по летнему начинается богослужение. Сперва утреннее, потом литургия. Это каждый день. Ночная же бывает только раз в году, с 26 на 27. 27 утром бывает особая служба чин погребения Божией Матери. Тех, кто не поленится потрудиться как следует для Божьей Матери, и сходить на все абсолютно службы, ждет изумительная вечерня, которая бывает у гроба Божией Матери в канун праздника. Эта вечерня единственная в году. Дело в том, что из-за паломников и туристов, которых здесь обычно очень много, вечернее богослужение в течение года совершают келейно. А служит только утреннюю литургию, соответственно, утром. А вот в канун Успене делается исключение. Храм как бы закрывается для туристических групп, то есть к гробнице Божией Матери их не пускают, если они даже и придут, и совершают вечернюю. Все ступени храма уставлены свечами. В этом году народу очень мало, и свечей мало, но все равно они были, иерусалимская наша традиция, ставить свечи в этот день именно на ступеньки храма. Вечерняя праздничная, торжественная, архиерейская. Вы видите справа одного из епископов нашей Иерусалимской патриархии. После вечерней совершается лития с освящением пяти хлебов. Эти хлебы потом раздаются всем верующим, всем молящимся в храме. Вечерняя праздничная, архиерская. Горосалимская плаща Горосалимская плаща Горосалимская плаща В протяжении всех дней праздника к Иерусалимской плащанице идут семьи наших местных арабов, христиан, католиков, даже и мусульман иногда с детками приложиться к плащанице Божьей Матери. Прикладываться по традиции нужно так. Сперва приложиться к ручкам Божьей Матери, потом на коленках пройти под ее адром и приложиться к ручкам с другой стороны. И вот так делают трижды. В этом году, конечно, арабов очень мало. Это только жители Иерусалима. А раньше приезжали и из Вифлеема, и из других городов палестинской автономии. В этом же году из-за пандемии ограничили выезд арабов с территории палестинской автономии в Иерусалим. Разрешение выдавали только тем, кому уже исполнилось 28 лет и не старше 50, только состоящим в браке. И выезжать в Иерусалим можно только без детей. Соответственно, поэтому детишек у Богородицы в этом году гораздо-гораздо меньше. Мы видим с вами, как красиво, нарядно украшена цветами гробница Божьей Матери и сам престол над погребальным ложем Царицы Небесной. Плащаница вся усеяна цветами. Это украшают наши монахини Иерусалимской патриархии. Иногда и женщины-мирянки помогают. А голова Матери Божьей лежит на специальной подушечке. Вот такие подушечки шьют благочестивые женщины из Греции. Потом их забирают после успения и отдают в больницы. Особенно в те, где тяжело болеют детки. 28 числа, в сам день праздника, бывает патриаршая литургия на гробнице Божьей Матери. Время нашего выпуска подходит к концу, и мне осталось сделать два важных объявления. Во-первых, я сердечно благодарю вас за ваши пожертвования, за поддержку моего канала, моей семьи, и в особенности за ваши пожертвования на Иллион, на Иллионский монастырь. Сегодня я эти пожертвования передала. Матушка Игумия вам низко кланяется, сердечно благодарит. Также и все сестры, спаси Господи всех, кто перевел посильную помощь. Монастырю это сейчас очень-очень нужно и важно. А второе объявление касается моей новой экскурсии. Я подготовила специально к празднику для вас экскурсию подробнейшую по гробнице Божьей Матери. Вот сколько бы ни посещала я это место с группами, всегда остается в душе какой-то осадок, чего-то недовыполненного. Невозможно все успеть, время ограничено, и хочется сконцентрироваться в основном на молитве к Божьей Матери. А между тем, это один из древнейших храмов Святой Земли. И сам гроб Божьей Матери, храм над ним имеет потрясающую историю. В храме каждый сантиметр это что-то интересное и новое. Там столько всего, и никогда нет времени все это рассказать, да и у паломников нет сил все это воспринять и вместить. Ограничиваешься только самыми краткими основными сведениями. И вот сегодня я наконец-то выполнила мечту и предлагаю вам полноценную, глубокую, историческую и духовно, надеюсь, тоже интересную экскурсию по храму гробницы Божьей Матери в Гефсимании. Если вы хотите посмотреть, переходите по ссылочке, она в описании к этому видео. Попадаете на Топус, и там прямо на главной странице сразу, как новая экскурсия, моя экскурсия стоит. Так что желаю вам приятного просмотра, приятного видеопаломничества к гробу Божьей Матери. Ну вот, мои дорогие, я сердечно еще раз поздравляю вас с праздником. С родственником прощаюсь, храни вас Господь и Матерь Божия. А я надеюсь выходить в эфир как можно чаще.